МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди в оранжевых жилетах, вторая молодость и образовательная страничка. В Абруйске прошла ежегодная педагогическая конференция. Такие проекты показали учащиеся и на чем нужно сделать акцент в новом году. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Знаковый объект, пенсионный возраст и стоимость учебников. Цена за школьные книги составит 14,5 рублей. До какого числа нужно заплатить и отличается ли сумма для многодетных? Засфальтированные артерии. В Бобруйске полным ходом идет ремонт проспекта строителей. Это хорошо, наоборот, что хорошее у дрогов. Когда завершится и как преобразится? Образование, стратегия развития. В Бобруйске прошла педагогическая конференция. Благодаря их труду мы сегодня видим, как растет наша молодежь. Какие результаты и сколько в городе молодых специалистов? Стареет только тело. Дневное отделение Ленинского ТЦСОНа дарит пенсионерам вторую молодость. Во-первых, сюда приходят люди для того, чтобы пообщаться. Как проводят время и почему скандинавская ходьба – лучшее средство от скуки. Проблемы на острове, последствия землетрясения и горячая точка. Жертвами терактов у аэропорта Кабула стали более 60 человек. Какая группировка взяла на себя ответственность? Работа на перспективу. В преддверии нового учебного года в Бобруйске прошла педагогическая конференция. Августовский форум – это традиция. В концертном зале Дворца искусств специалисты разных лет. Рядом с опытными – молодое поколение. Не обошлось и без наград. От лучшим вручили дипломы цветы. О главном образовательном событии этого лета расскажет Карина Гуревич. Стратегическая сфера государства. Речь об образовании. По традиции опытные молодые педагоги собираются на августовскую конференцию. Последних в этом году прибыло больше 150. Первый пункт в программе – демонстрация возможностей бобруйских учащихся. Один из самых масштабных проектов – макет Бобруйской крепости. Его создавали почти два года. Трудились над каждой маленькой деталью. Достоверность – главная цель. Ориентир – вид цитадели во время Великой Отечественной. Рядом детские развивающие игры, выставки и мастер-классы. Все это труд учеников и педагогов. Самое важное, что именно педагог начинает наших детей учить, писать, говорить. Ну и, конечно же, наверное, самое главное – дает напутствие на будущий выбор профессии. И, конечно же, определяет их жизненный путь. Потому что благодаря им, благодаря их труду, мы сегодня видим, как растет наша молодежь. Каждому по заслугам не обходится без благодарностей. Грамоты и подарки – передовикам образовательного цеха. В городе всегда умели ценить педагогов. Со сцены Дворца искусств звучит спасибо. Всем специалистам от мэра Александра Студнева слова напутствие. Яркое шоу дарят творческие коллективы. В фокусе внимания каждый учитель от молодого до ветерана. Мы в восторге от того, что сегодня видели. Такое количество молодых специалистов, такое количество умных, добрых, будущих педагогов. И на сцене увидели талантливых детей города Бавруйска. Мы гордимся нашим городом. Мы создавали это образование, начиная с 70-х годов. И мы гордимся тем, что продолжение у него великолепное. Основной пункт программы форума – успехи прошлого года и задачи на нынешний. Например, инфраструктура – важный аспект успешного образования. Так, на подготовку летом 2021-го выделили порядка 800 тысяч рублей. Плюс с 1 сентября откроются новые профильные классы, в том числе и педагогические. Основные направления деятельности системы образования определены президентом на республиканках Республиканского педагогического совета 24 августа. Поэтому система образования города Бавруйска в первую очередь будет работать на выполнение поставленных задач. В 2021-2022 учебном году учреждениям образования предстоит активизировать воспитательную функцию учреждения. Почти 24 тысячи школьников. Столько ребят сядут за городские парты в новом учебном году. Традиционно в День знаний проведут первый урок. Тема – единство белорусского народа, основа независимости страны. Задачи обозначены, цели намечены. Педагогический форум завершился. До 1 сентября остаются считанные дни. В этом году для Бавруйска праздник вдвойне приятный. В молодежном микрорайоне свои двери распахнет новая 35-я школа. Городское образование выходит на новый уровень. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Да будет свет. В стране продолжается акция ГАИ «Внимание, дети». Продлится она по 5 сентября. Автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Это главное условие. Штраф за нарушение до 87 рублей. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, в проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Целью данного мероприятия является профилактика детско-дрожно-транспортного травматизма в преддверии начала учебного года. Отметим, с начала года на территории Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 39 ДТП. Два ребенка погибли, 46 получили травмы. Процедура техосмотра «Заслуженный отдых» и «Мисс Беларусь». Финал седьмого национального конкурса красоты пройдет в Минске 10 сентября. Сколько девушек поборются за корону? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Президент Беларуси совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комбината предприятия «Беларусь-Калий». Представители местной власти, руководители госорганов, трудовой коллектив смогли наблюдать онлайн за процессом работы новой техники на глубине. Со следующего года в Беларуси планируется увеличить пенсионный возраст и страховой стаж на полгода. На «Заслуженный отдых» женщины будут уходить в 58 лет, мужчины – в 63 года. Период обязательной трудовой деятельности станет равен 18 годам и 6 месяцам. К 2025-му этот показатель может повыситься до 20 лет. Цена за школьные учебники составит 14,5 рублей. В 2020-м сумма была на 100 копеек меньше. Детям из многодетных семей набор обойдется в 7,25. Учащимся и социально незащищенных книги выдадут бесплатно. Внести деньги за пособие нужно до 1 октября. К слову, в этом году за парты сядут 1 миллион 85 тысяч ребят. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом. В стране упростили процедуру проверки техосмотра. Достаточно зайти на сайт Белтихосмотра, ввести цифры и буквы госномера автомобиля в разделе «Услуги» и сервис сам выдаст информацию о марке машины, модели и сроке окончания действия разрешения. Финал седьмого национального конкурса «Красоты Мисс Беларусь» пройдет в Минске 10 сентября. Событие долгожданное как для участниц, так и для зрителей. Областные отборы прошли еще в прошлом году. Финишный этап планировали в мае, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли. В этом году в нем примут участие 29 девушек разных профессий и из разных регионов. Шоу пройдет в столичном дворце спорта. Все по плану. В Бобруйске продолжается дорожная кампания. Техника доехала до 6 микрорайона. Здесь модернизируют участок проспекта строителей. От Шины до Секурского. Заменят не только асфальт. Ремонт коснется пешеходной зоны. Положат плитку, нанесут разметку для велодорожек. До 1 сентября специалисты завершат все работы. Подробности в нашем следующем материале. Дорожная кампания. В этом сезоне специалисты большое внимание уделяют северной части Бобруйска. Если летом открыли новую бетонку от Шины до Ленина, то сейчас взялись за асфальт. Участок работы – проспект строителей. От начала 5 микрорайона до конечной 2 маршрута троллейбуса. Старт был дан 18 августа. Первым делом снимают старое покрытие. На сегодняшний день на работах по замене бортового камня занято порядка 30 человек. При укладке асфальта будут, соответственно, еще бригады укладчиков. Работают две фрезы для снятия асфальта, пять погрузчиков, четыре самосвала. Семь дней в неделю с 8 до 20 часов. График работы. Генподрядчик ДСУ-16. Основные работы обещают завершить до 1 сентября. На октябрь запланирована сдача. Обновляют не только проезжую часть. Сейчас дорожники меняют бордюрный камень. После возьмутся за плитку. Она будет новая. Еще в планах нанести разметку для велодорожек и сделать плавные спуски. Это уже для удобства пешеходов. Ширина тротуаров – 3,5 метров. Один отдадут велосипедистам, еще два с половиной – пешеходам. В целом в районе создаются все условия, чтобы местные жители без проблем добирались в центр города, а также с комфортом гуляли по родным улицам. Везде дороги разные. Где меняют, например, там меняют, это хорошо. Наоборот, что хорошая дорога, хорошая, можно хорошо пройти. Хорошо это для микрорайона, что обновляются и дорожки, и вы как водитель, как к этому относитесь? Ну, слушайте, ну, это очевидно же, ну, что хорошо. Конечно, хорошо. Здорово. Ну, а сами давно в Бобруйске живете и ездите по дорогам? Да, давно. Очень давно. Очень давно. Хорошо, что делают. Вам станет легче ездить по дорогам? Конечно, очень легко быть. Так что тут спасибо сказать кому? Нашему батьку. К слову, совсем недавно завершили ремонт Носикорского от строителей до церкви. Заканчивают в городе и обновление Минской 50 лет в ЛКСМ. В плане и укладка асфальта по улице Широкой. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Надеваем маску. Гигиенисты продолжают мониторинг соблюдения антиковидных мер. На этой неделе под контролем специалистов были магазины. Антисептики, перчатки, наглядные памятки в наличии есть, но далеко не везде. Так, с начала года выписано порядка 100 предупреждений. Штраф пришлось заплатить трем десяткам лиц. Как бобручане относятся к правилам и почему некоторым отказывают в обслуживании? Продолжит Ольга Васенда. В магазине на Минской 89 гости из санстанции. Проверяют антиковидный дресс-код. В фокусе внимания покупателей и сотрудники. К первым есть вопросы. Хотя при входе висит напоминание, без маски не обслуживаем. Люди игнорируют правила. Чего не скажешь о кассирах, уборщиках, кладовщиках, администраторах. Они дела ведут безопасно с точки зрения здоровья. Каждые два часа проходит смена масок у продавцов и кассиров. Обработка поверхности также проходит каждые два часа. Соблюдаем масочный режим. Обслуживаем покупателей в масках. Если кто-то входит в магазин без маски, рекомендуем одеть. И просим соблюдать дистанцию. На просьбу потребители реагируют по-разному. Доходят и до словесных разборок. Но это единичное случай, признается заведующая. В большинстве в обручании понимают. Это не чья-то прихоть. Правила диктует коронавирус. Как вы относитесь к ношению масок в общественных местах? Очень положительно. Во-первых, это защита своего здоровья идет, окружающих. Ну, естественно, и профилактика для населения идет. Я считаю, что нужно носить, причем на носу тоже. Я считаю, что нужно их носить, потому что, ну, сейчас пойдет опять, мне кажется, пандемия. И нужно, чтобы все носили маски. Потому что это важно для здоровья, и чтобы меньше было заражений. Северная часть города, седьмой микрорайон, еще один магазин. За первые 15 минут работы больше 30 покупателей. История повторяется. Кто без маски, тому напоминают. Несознательных не обслуживают. Что поделать, таковы правила. На кассах кассиры, продавцы предупреждают всех покупателей, чтобы носили маски, одевали маски. Обработку рук проводят все, даст средствами. Стараемся, все соблюдаем, предупреждаем всех и покупателей, и сами. Санстанция мониторит не только магазины. Парикмахерские остановки, общественный транспорт, банки, аптеки. Проверки проводятся с начала года. Некоторые нарушают. За истекший период было привлечено более 30 ответственных лиц. Ну, что хочу сказать, нарушения, которые выявляются нами с объектами хозяйства, не устраняются. Более значительные нарушения – это на объектах мелкой, рознице мелкой торговли. Также присутствуют нарушения на объектах сетевой торговли. Но они своевременно устраняются. Уже проверено около 500 объектов, из которых 100 под вниманием специалистов. Ждут, когда устранят замечание. Первый раз предупреждение, дальше штраф. Физлицам от 1 до 30 базовых. ИП от 2 до 200. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Хорошее дело. Белорусский союз женщин помог собрать маленьким бобручанам портфели в школу. Встреча прошла в рамках республиканской акции. В центре внимания благотворителей – многодетные и малообеспеченные семьи. Больше 20 ребят получили подарки. Это школьная форма, спортивные костюмы, канцелярские наборы. Не обошлось без дефиле, концерта и сладких угощений. Любая благотворительность, она приятна не только тем, кто ее получает, но она приятна тем, кто отдает. И вот эта вот акция «Соберем портфель вместе» в школу всей семьей. И там разные другие акции, которые у нас сегодня проводят все организации, на самом деле в первую очередь, наверное, получают удовлетворение организаторы акции. Стоит отметить, материальную помощь к новому учебному году уже получили 98 тысяч многодетных. В денежном выражении это порядка 22 миллионов рублей. Есть еще порох в пороховницах. В отделении дневного пребывания Ленинского ТЦСО на пенсионеры проживают вторую молодость. Одни рисуют, другие изучают иностранные языки, третий занимаются фитнесом. В центре каждый найдет занятие для себя. Всегда рядом и коллектив профессионалов. Где-то подскажут, научат, так что нужно человеку для счастья. Смотрите прямо сейчас. Насыщенная жизнь, которая всегда связана с общением. Это про Ольгу Зданович. Работала учителем биологии в школе для слабослышащих детей. Так пролетели 30 лет. После смерть. Осталась без мужа. Время было тяжелое. Помогли в Центре социального обслуживания. Здесь женщину поддерживают, окружают теплом. Я всю жизнь мечтала научиться рисовать. И из техник я представляла только акварель. Но иногда гуашь. Оказалось, что существует множество других техник. Пастель, акрил, масло. И совершенно новые, объемные техники. И я еще записалась на фитнес и на немецкий язык. Рисование для души. Компьютерная грамотность, чтобы от жизни не отставать. Объясняют, как на ПК обращаться с файлами, папками. Уверенно пользоваться интернетом. В том числе социальными сетями. А можно петь, играть в шахматы, шашки. Читать стихи, изучать иностранные языки. Во-первых, сюда приходят люди для того, чтобы пообщаться. Самое главное, что это издаляет им удовольствие огромное. Поэтому они делятся с другом, с опытом, подсказывают друг другу. Помогают тоже выбирать какие-то картинки. Вместе мы, бывает, пьем чай, общаемся, делимся историями со своей жизнью. Для сердца, ума, здоровья, фитнес и аэробика. Работают и в этом направлении. Здоровый образ жизни – залог долголетия. Занятия проводят как в помещениях, так и на свежем воздухе. Скандинавская ходьба – настоящее лекарство от хондры и болезней. Улучшает координацию внимания, укрепляет мышцы и поднимает настроение. Заниматься можно в любую погоду. От вас требуется удобная одежда и специальные палки. Стоят они в среднем 50 рублей. Отделение дневного пребывания Ленинского ТЦСОНа существует с 2012. Сейчас его посещают больше 180 человек. Работают здесь пять сотрудников и шесть волонтеров. Обратиться на Либнихта-58 могут пенсионеры от 60 лет. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Стихийное бедствие, теракт в Афганистане и конец трансферной эпопеи. Криштиану Роналду возвращается на туманы Альбион, с кем подпишет контракт. Далее обзор громких мировых заголовков. Жертвами теракта возле аэропорта Кабула стали более 60 человек. Один взрыв прогремел непосредственно у входа в толпе, другой – возле здания гостиницы. По предварительным данным, первый устроил смертник. Во втором мог быть задействован заминированный автомобиль. Поступали сообщения о перестрелке. Это вызвало панику. Нападение связывают с террористической группировкой «Исламское государство». В Великобритании растет дефицит товаров и продуктов. Все дело в проблемах с поставками, которые связаны с пандемией и выходом из ЕС. Также Брексит затруднил въезд в страну рабочим, а они составляют основную часть силы логистических компаний. Местные жители избегают этих профессий из-за длительных смен и маленькой зарплаты. Гаити не может оправиться от разрушительного землетрясения. Голодные, бездомные и отчаявшиеся люди буквально набрасываются на прибывающие грузовики с гуманитарной помощью, в которых находятся предметы первой необходимости и продукты питания. Начинаются стычки, доходит до драк. Разочарование и возмущение среди пострадавшего населения растет уже в течение нескольких дней. Жертвами наводнения в американском штате Теннисе стали не менее 10 человек. Еще больше числятся пропавшими без вести. К внезапному подъему уровня в реке привели проливные дожди, которые идут здесь в пятницу. В некоторых районах побит многолетний рекорд по суточному количеству осадков. Потоки размыли дороги, сметая на своем пути дома и автомобили. В регионе наблюдаются перебои со связью и электроснабжением. Стихийное обедствие стало самым масштабным за последние 30 лет. Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду прибыл в Лиссабон, где пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с английским клубом «Манчестер Юнайтед». О его возвращении в команду, в которой он стал звездой мирового уровня, было объявлено в пятницу. Манчестере Роналду, выступавшего последние годы за Реал и Ювентус, ждут с огромным нетерпением. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова